Друзья, всем привет! Сегодня будем делать классную штучку из фанеры для дома и домашнего хозяйства. Видео буду где-то немного ускорять, ну чтобы не повторять одни и те же действия, а где-то буду комментировать. Друзья, всем привет! Так что пойдут сегодня в дело. Так, друзья, пока черчу, вот давайте сделаем небольшой интерактивчик. В правом верхнем углу сейчас появится подсказочка. И ответьте, инструменты какого бренда вы чаще покупаете? Просто поставьте галку, там буквально одна секунда, просто любопытно. Расчертив еще заготовок, с помощью лобзика вырезаю дальше все детальки. Детальки все готовы. Теперь нужно немного зачистить и подровнять. Собрав их в единое целое, делаю разметку в центральной стенке для дальнейшего сверления. Ступенчатым сверлом врезаемся в дерево. Потом, кстати, подумал, что отверстие маловато и решил еще расширить. Детальки все готовы. Детальки все готовы. Детальки все готовы. Далее склеиваем все детали. Да-да, я купил столярный клей. Титибонт здесь лишним не будет. Ну и в дальнейшем со шпиличника пробиваю на гвозди. Детальки все готовы. Далее нам нужно старое велосипедное колесо. Точнее нужны спицы. Ну, наверное, есть варианты их заменить, но я отталкиваюсь от того, что у меня есть из хлама. Из этих спиц нужно сделать что-то в виде обратных пружин. Загнув концы упружинок, сверлим отталкиваем на гвозди. Отверстие сзади нашей шкатулки. Пока ее назовем так, а потом поймете, что это будет. В отверстие вставляю пружинки. И фиксирую скобой. Она у меня вот такого необычного формата. Ну, я думаю, если вдруг у кого-то есть степлер от Harden, то знает, что он заточен под разные виды скоб. Это иногда, кстати, удобно. Так, далее сверлим отверстие в передней части. Берем тканевую нитку, но в данном случае у меня это разметочная шнурка. И натягиваем пружинки. Для петли я хотел использовать мягкую проволоку, но у меня под рукой такой не оказалось. И в итоге в ход пошли пластиковые стяжки. Но скажу наперед, они тоже отлично работают. Ну вот и все. Наша супер трехствольная мышеловка готова к работе. Вовнутрь засыпаем крошки хлеба. И чтобы добраться мышке до них, ей нужно сначала перегрызть нитку. А как только она ее перекусит, сработает пружина. И петля захлопнется. Ну и пару кадров по результату. В сарае завелись мышки. Рвут мешки, грызут корма. Вот теперь воюю с ними. Ставьте лайк, если понравился выпуск. Скажите пару слов в комментах, как вам такой механизм, такая идея. Да, конечно, кто-то скажет, проще купить обычную мышеловку за 30 рублей. Но у меня есть мастерская, есть немножко идей. И вот их немножко воплощаю. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока.